всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы ответить на часто задаваем вопрос как в лоджике перевести аудио в миди ну чтобы например снять эту партию или посмотреть тональность которая была сыграна для тех кто не умеет определять на слух или не владеть инструментом чтобы подобрать тональность хочет чисто так визуально понять какие ноты исполняются в партии сразу скажу в лоджике это можно сделать с помощью flex pitch но лучше всего это работает только для одноголосых партий для многоголосия лучше использовать сторонние плагины типа мелодайн там это гораздо лучше работает я наверное об этом запишу отдельное видео в категорию по обзорам плагинов потому что здесь от немножко выходит за рамки наших ответов на вопрос по ложеку так как мелодайн это уже сторонний инструмент поэтому давайте рассмотрим вариант на одноголосой партии вот у меня здесь есть дорожка с флейты давайте послушаем то есть такая обычно одноголосая партия с мелодией и вот именно хочется узнать какие ноты здесь играет исполнитель для этого я просто включаю режим flex pitch он проанализировал ноты открывая собственно сам редактор flex pitch для этого мы заходим закладку трек здесь тоже включаем отображение flex а и вот у нас видны эти все ноты то есть мы здесь во первых уже можем посмотреть что играет можем даже здесь что-то подправитесь нам не нравится но здесь а партии ровно и все сыграно хорошо и вот эти вот кирпичики по сути являются такими скажем так миде нотами ну привязанными к пичу поэтому что мы можем сделать можем их выделить и нажать edit верху и здесь есть кредит меди трек from flex pitch до дата то есть у нас прям есть отдельная функция создать миде трек из вот этих вот данных о нотах и у нас внизу создается автоматически после этого инструмент в котором эти ноты просто отображаются вот в таком вот виде сразу скажу здесь какие-то еще внизу какие-то добавились ноты но их я думаю можно удалить ну то есть алгоритм в принципе работает неплохо для одноголосых партий то есть он справляется хорошо единственно должен сказать что артикуляция конечно здесь там какой-то хороший не будет здесь выходи таким образом переозвучить какой-то не очень хорошо записанный звук то вряд ли это прям так хорошо получится максимум что можно только подмешать ну давайте к примеру я сейчас загружу какую-нибудь флейту из набора logic просто сравним живую флейту с реальный так зайдем ну к примеру флейт соло давайте послушаем ну как мы видим здесь конкретно в этом примере все достаточно неплохо то есть так как здесь очень много таких длинных нот в целом партия снялась достаточно качественно другое дело что здесь конечно не будет таких артикуляции каких-то отдельных там это вот этих вот вздохов щелчков то есть конечно заменить там полностью на меди инструмент не получится но только единство если вы хотите эту мелодию приложить на какой-то другой инструмент например с флейты вы хотите сделать какой-нибудь там синтезатор например вот мы можем взять и превратить это в какой-нибудь там например лид допустим ну и конечно же эту партию нужно будет обязательно подредактировать под этот инструмент убрать какие-то вот эти дополнительные призвуки которые просто являются погрешностью анализа потому что там это артикуляция в самом инструменте а здесь это просто такой мусор скажем так миди мусор который не нужен то есть естественно все нужно будет подправлять и велосипед подправить и может быть что-то квантировать но в принципе вариант очень хороший то есть вот партия в целом достаточно близко к оригиналу мы сняли мелодию здесь также можно посмотреть какие ноты играются их отредактировать если нужно то есть в этом плане flex pitch конечно позволяет такую функцию выполнить и это очень и очень и очень здорово вот ну думаю что с этим вопросов нет обязательно попробуйте на практике этот прием то же самое можно сделать с вокалом но в вокале опять же очень много всяких шипящих и согласных звуков которые не будут переведены в миди поэтому конечно же полученная партия будет так только отголоском напоминать какую-то вокальную партию особенно если в ней много каких-то таких вот отрывистых слов но так или иначе какой-то мелодизм таким образом снять можно ну на этом все в этом видео увидимся с вами следующих уроках с вами был дмитрий урцул всем пока